Мэйзи И тяжело вздохнула. Интересно, что случилось? Наверняка нечто чрезвычайно важное, опасное и захватывающее. Может быть, погнали за похитителем рубинов? Во вчерашней газете было написано, что сыщики наконец-то напали на след грабителей. А поиски через Париж или даже Мадрид приведут в Индию. Мэйзи звучит невероятно. Только представить, как это? Идти по следу, искать улики, выслеживать преступников. Вот бы ей удалось поговорить с одним из его клиентов и вызвать что-нибудь интересненькое. Тогда бы Мэйзи могла помочь сыщику узнать какую-нибудь тайну. Мэйзи представила, как Билбрид Карингтон рассказывает туда-сюда по комнате и улыбнулась. Наверняка у него на стенах развешаны разные необычные штучки. Странные африканские копья, наручники, драгоценности, подаренные теми, кого он спас. Карты сокровищ! Он ходит и важно курить трубку. Карингтон на газетах часто рисовали с трубкой, так что Мэйзи точно знала, что она у него есть. Курение на редкость противное занятие. К тому же не все великие сыщики были курильщиками. Хотя иметь трубку для вида не помешало бы. И вот Карингтон наконец вздохнет. Эдвард, я просто не понимаю, чего-то здесь не хватает какой-то важной детали. И тут заходит Мэйзи и рассказывает, что же это за деталь. Ведь и у Карингтона могут быть неудачные дни, рассудила девочка. Ну, например, простуда. Если у сыщика насморк, то он просто не почувствует никакого запаха. А это же так важно. Если бы у Мэйзи сейчас был заложен нос, она бы не чувствовала, как ужасно пахнет рыба. Мэйзи отошла в сторону, пропуская даму в элегантном черном платье и огромной шляпе. Она попыталась посмотреть на нее глазами Гилберта Карингтона, очень внимательно отмечая все детали. Увы, дама выглядела вполне обычно. Ничего странного. Ни украшений, ни примерного румянца. Хотя Мэйзи могла бы представить, что они были. Ну так, для тренировки. Она полезла в сумку за карандашом и блокнотом. Наверное, стоит записать все наблюдения, подумала девочка. Продолжение следует...